Мы продолжаем наше международное собрание в честь Карти Парикрамы. И для начала давайте соберемся все и начнем с мини-вандан. О, нет, видимо, что на экране появился Бхакти Судкир Госами Махарадж. Приложим ему наши поклоны. Это наша программа во Вриндаване. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Я не знаю, какая история лежит в основе. Может, Госвама хорошо знает. Я знаю, что она рядом. Она находится где-то. И это самоманифестированное божество из Шилы. И Шилы вопалбаты Госвами. И вот мы видим присутствие, знаменующее свидетельство присутствия Радхарани. И Госвама хорошо говорит, я говорил об этом сегодня уже, и чтобы напомнить всем, мы исключительно зависимы от того, что нам передала Гуру Варга. Когда мы посещаем какие-то духовные места, мы слышим разные истории, которые рассказывают местные жители. Мы с почтением можем сложить ладони и поклониться этому. И какие-то из вещей, которые мы слышим, они вполне правдоподобны. Они сходятся с тем, что говорили нам наши учителя в нашей линии. Какие-то апокрифические. Какие-то апоситханты являются апоситхантой. Мы должны быть очень осторожными. И что говорить о нас? Махапрабху говорит Джагадананде, пандиту, «Когда ты отправишься во Вриндаван, не смешивайся с местными жителями». Выражая им почтение, но всегда оставайся под опекой Санатана Гасвами. И это никто угодно. А Джагадананда, пандит, который является Садьямамой Двараки, написавший према Виварту, это Джагадананда, пандит. И если такого рода совет дает, был дан Джагадананде, пандиту, то что же говорить о нас? И то, о чем говорит Няси Махарадж, этот конкретно храм, храм Радхарамана, Свами Махарадж очень с почтением относился к этому храму, и они очень любили и уважали Свами Махараджа. И если мы обратимся к истории, еще раньше, когда Сарасвати Такура отправился во Вриндаван, мы говорили, на днях Гуру Махарадж описывал Сарасвати Такура как революционера и все его изречения как совершенно революционными. И он отправился в шафрановых одеждах туда, Сарасвати Такур, с несколькими из своих учеников, которые были одеты как европейские священники в черных одеждах, в той традиционной одежде, в которой мы обычно ассоциируем с европейскими священниками, ну, или как ортодоксальной, как попы ортодоксальной церкви, ближе, может быть, к этому даже. И когда он вошел во Вриндаван, это был скандал, и его не приняли как следует, и многие храмы для них были закрыты, многие не пускали их к себе на порог. И это было очень неприятно, это большая неудача была, кроме храма Радхарамана, потому что они признали правомочность движения Сарасвати Такура. И это очень имело большое значение для Свами Махараджа Легуру, Махараджа Гурудева, и они всегда выражали особое почтение к этому храму, и включая те стандарты, о которых говорил Махарадж, потому что это все служение проходило в линии Гупал Бата Госвами. Эта линия их потомки, это все пуджари в одной линии, которые восходят Гупал Бата Госвами к его временам. И настолько, что Сарасвати Такура, конечно же, он отправился в Сарасвати Такура, отправился в шафрановых одеждах. Разве есть какие-то другие одежды для саньяси? Когда Санатан Гасвами был, там, как Гур Махарадж говорил, дал титул Санатан Гасвами, Махабрабху дал Бабаджи Бенараса. Но на нем Бабаджи Веша означает белую одежду, но на голове его венчал шафрановый тюрбан. И Джигадананда, пандит, увидел это, сказал Мария Кришна, как прекрасно этот тюрбан в твоей голове. Это часть о шафрановой одежде Махабрабху, и ты ее одел, водрузил себе на голову. И Санатан Гасвами сказал, нет, она нет Махабрабху, а откуда же она пришла, спросил Джигадананда, пандит. Матхусудан Сарасвати. Что? Майевади? И Джигадананда, пандит, взял горшок и начал угрожать Санатан Гасвами. Это их игры, это игры, которые спланировала Йога Майя и Баладев. И конец у них был самый благоприятный, благополучный. Но мы знаем, что Джигадананб один был довольно темпераментным участником игр Горлилы. В другой эпизоде он тоже разбил горшок с маслом. Это Сатья Бама, ее настроение, это оппозиция. Преданным не кажется его поведение каким-то неверным. Это горячая сладость. Есть смесь вкусов, острый, горячий и сладкий. И когда Санатан Гасвами Прабху осознал ситуацию, он сказал, да, да, это одежда, шафран. Она не к лицу Вайшнава. И это с лотосных святых уст Санатан Гасвами Прабху. И когда Сарасвати Такур приехал в шафрановых одеждах, ему сказали во Вриндаване, Санатан Гасвами сказал, что это не одежда не к лицу Вайшнава. Не пристало носить ему шафрановых одеждах. Шилагуру Махарадж всегда, он вечно служил и служит Сарасвати Такуру. И каждому, кто бросил бы вызов Сарасвати Такуру, он так или иначе столкнется и должен будет иметь дело с Гурмахараджем. И как же Гурмахарадж ответил на это? Подобно тому, как генерал на поле боя, он оглядывает поле битвы и он принимает решение. Во что им быть одетым? Каким оружием быть вооруженным? На месте, согласно времени и обстоятельствам, он принимает решение здесь и сейчас. И Гуру Махарадж всегда приводит какой-нибудь пример, который подтверждал его утверждение. Когда Сарасвати Такуру, Тиртхам Махарадж в Римбрандже Мандалу Рикраму, когда мы приехали на Кадиллаке, как на фотографии, не какой-то там старой машине. Приехать на Браджа Мандалу по Рикраму и совершить ее в таком автомобиле, в таком виде, в таком формате, это уже немыслимо. И этот пример Гуру Махараджа по поводу генерала на поле битвы, который принимает решение как вести бой. Когда австро-венгерская война, генералы вели войну с Неполеоном, генералы докладывали королю австро-венгерскому, они сообщили ему, мы несем потери, мы не можем победить в этой войне. Как? Мы же превосходим его численно. Почему мы не можем? И генерал говорит, этот новый генерал на стороне противника, Наполеон, он даже не знает, как вести бой. Как правильно воевать? Как так? Что это значит? Он не знает, как воевать, и мы при этом проигрываем. Объяснитесь, объяснитесь, что это значит. Мы знаем, что нужно так формировать свои фланги и войска, чтобы потом мы могли атаковать противника с слабой стороны, но этот новый генерал, он даже не знает, как правильно воевать и атакует всегда самый крепкий и прочный тыл. Лидер Гаудиа Матха, он подобен грибу, что это значит, он не знает, где он находит, откуда он пришел, откуда он возник. Он не зашел с Галука Вриндавану, чтобы раздать кое-что. Это Сарас Вати так, на фотографии. Тот, у кого есть репутация Сидапаруши во Вриндаване, он не мог прийти на занятия, слушать повествование из Бхагат, потому что он тут же впадал в экстаз, и у него было два слуги, он рассказывал Гуру Махарадж, и если вдруг на нем проступали эксотические синдромы у этого Бхагаджи, то два его слуги подходили с одной стороны, с другой стороны, вытирали пену, которая выступала у него изо рта, и когда Бхагатти Сидган Сарас Вати такуру был на этой Браджа Мандали парикраме, услышав о этом неком Бхагадже, Гасмэ Махарадж спрашивает, сколько может занять полная парикрама? Целый месяц. Какой месяц? Картик месяц. Если ее пешком совершать. И мы всегда просим прощения, когда нам не удается посетить какие-то места во Фриндаване, потому что Кешвананда и Манхасун Махарадж может быть, все эти места посетили, но нужен как минимум месяц для того, чтобы посетить все эти места. И в конце этого месяца Сарас Вати такуру говорит, я так несчастен, неудачлив, я завершил Браджа Мандалу парикраму в течение месяца, который мы совершали, и я не нашел ни одного вайшнава, и все преданные были ошелмины услышать. Это из уст Сарасвати такура, разве все и каждые во Фриндаване не преданные Кришне? И тогда они вспомнили этого Маха Паруш, не называя кого-либо еще, просто вспомнив именно того, который повторяет три лакха в день, и на который проступают экстатические симптомы на теле, когда он слышит шлоки из Бхагаватам. Как же насчет него, Сарасвати такура сказал, он всего лишь детсадовский вайшнав. И все были ошумнолены, и Гру Махараш был среди них, и мы говорим и осмеливаемся говорить об этих всех историях, потому что Гру Махараш о них рассказывал. И Гру Махараш всегда был честен и искренен делясь своими переживаниями, и он самый правдивый человек, которого когда-либо встречал в своей жизни, и он всегда занят адма-самикши самоанализом, размышляем тем, где он бы мог развиться больше, улучшить, укрепить свои какие-то качества. Он был честен, искренен в своем состоянии. И, услышав это, как и другие преданные, он был, тоже его сомнения немного начали как бы одолевать, но потом он подумал, если Сарасвати такуру говорит, это значит, это правда. Он имел в виду способность понимать и постигать эти явления. Мы тоже иногда слышим какие-то вещи и какое-то внутреннее сопротивление притормаживает нас, как Шиласарасвати, так он называл беспричинное нежелание. Гуру Махараш сказал, у него была у самого возможность, когда вся группа Парикарма уехала, спустя несколько месяцев наблюдать этого так называемого Махабхагавату. и когда он увидел это по сути шоу, которое тот представлял, и я тогда с вами взором своего сердца, своего ума, я увидел происходящее глазами моего Гуру Махараджи. Я увидел этого кривляку, можно сказать, и видел образ моего Гуру Махараджи. Я понял. И тогда он говорил Гуру Махараджи, такими словами передавал. Этот джентльмен своей практикой пытается вознести себя и чтобы подняться высоко до той самой обители. Наш Гуру Махарадж и Бхакти Вино Таку они не зашли с того уровня бытия, до которого через свою непонятную практику этот джентльмен пытается добраться. Мои же учителя не зашли оттуда для того, чтобы раздать кое-что. Почему я это вспомнил? О, в связи с Радхараманом. Сарасвати Такуру служит согласно ситуации, совершая свое служение. Как Сарасвати Такуру Гуру Махарадж его цитировал, Киртан означает бой, битву. Найдете ли вы такое определение Киртана в санскритском словаре? Нет. Но как он может делать такие утверждения? Какова его концепция? Ингуру Махарадж с радостью, с наполненной верой и яростно демонстрирует это сам. Киртан означает бой. И мы вооружены Караталами, Мридангой. Не путайте это с общепринятым боем. Бой, Кришна-концепция, против Майя, магических заблуждений. Европейская цивилизация, разгромим ее. Весь мир дрожит перед ней и охвачен ей. И Америка, и все другие страны. И сейчас, как мы в современном мире, захвачены все интернетом, разгромим это все. Или используем же ее против нее само. Люди в Индии до сих пор имеют, выражают почтение к шафранным цвету. Не белый цвет Бабаджи, именно цвет шафраны. До нынешних дней с большим почтением индийцы относятся к нему. Есть организация Кали Камли Вала. В различных святых местах они раздают бесплатно еду садху. Какой-то из благочестивых людей решил, что я организую эту благотворительную организацию во всех святых местах. саду могут приходить, потому что они отреклись от мира, и они повторяют только Кришна-нам или пишут Рам-нам в блокноте страницы за страницей. Они могут приходить и получать бесплатно одежду. И мы с моим другом как-то отправились в Гималайя, и вы там были, Матху Сумахараш тоже. чтобы получить место там, нужна квалификация. Единственная квалификация — носить этот цвет, шафран. И если у вас нет одежды этого цвета, то вы не получите место. Это настолько прошито глубоко в ДНК индийцев. красной одежды Саньяси. И в связи с этим Гуру Махараш говорил, он носил одежду цвета чуть светлее, чтобы не походить на Майваде. Сарасвати Такуру, который был Бимала Прошадом, так его звали, и Белым Брамачари, живущим в Майпуре, и получил это вдохновение начать миссионерскую деятельность. Ему пришло вдохновение облачиться в шафрановые одежды, принять Саньясу и облачиться в шафрановые одежды. И когда он появился во Вриндаване, все начали закрывать ставни храмов, не демонстрируемые, не выказывая никакого уважения кроме храма Радхарамана и ему, и его последователям, его спутникам, и до сегодняшнего дня они выражают почтение. И когда мы отправляемся туда, и каждый раз, когда я там бывал, мне всегда была честь встретиться Бишвамбару Госвами, Нясь Махараш помнит его, он был главой того, в то время храма Радхарамана и мэром Вриндавана в какой-то период времени. довольно серьезное, солидное резюме. Он всегда заботился о нас, когда мы были там, и спрашивал нас такие вести, какие новости от Гуру Махараджа. И он всегда был рад что-то новое принести ему от Гуру Махараджа. И это шлок, о котором мы говорили совсем недавно. Прабодананда Прабодананда Сарасвати, который говорит «Обратите все полное свое внимание на лотосные стопы Гауранги Махапрабху. Все, кто является Сукритиванами, все, у кого есть Сукрити, Сумедаса, Яджантихи, Сумедаса, Гуру Махарадж цитирует это из Бхагаватам о славе Кришнах. Яггей Санкиртана Пре, Яджантихи, Сумедаса, Рефайн теистический интеллект. Те, кто обладает влащенным теистическим интеллектом, полностью сосредоточьтесь на служении лотосным стопам Махапрабху иными словами Гуру и Горанге. И что тогда впоследствии произойдет с вами? Тоттсарпути Хридья Казмад Автоматически, подсознательно, из глубин вашего сердца, и это слова самого Гуру Махараджи, Радха, Раса Шудха Ниди начнет течь. И другая книга Прабханан Сарасвати Такура, посвященная славе Шамати Радхарани. Радха Падам Боджа Судам Бураси. И тогда появитесь вы на земле Бриндавана. Я настолько был немного легкомысленно, беззаботно, я так был воодушевлен прибытие от Гуру Махараджи навстречу с главой этого храма Радхармана. И я не упомянул имени Гуру Махараджи. Я говорил, Бриндаван настолько прекрасен, что каждый атом, но каждый атом Навадви способен дать Бриндаван в полной мере. И я говорю мэру Бриндавана это все. И он золбался и сказал, ты определенный ученик жил Бахтир Кокшитхар Девгасу Махараджи. Он, я был поражен, что он сумел распознать поток Гуру Махараджи в моих словах. И он однажды с небольшим визитом был в Сан-Хосе. И я спросил разрешение Гуру Махараджи могу ли я его принять у себя. И он спал в моей комнате там в Сан-Хосе. Мы вместе вкушали Прасад. И я представил его преданным и сказал несколько слов. Он был очень приятен и наполнен любви, нежности, выражая много почтения Бахтир Ситхан Сарасвати Сахару его последователям. Это одно из этих местных мы это одно из тех мест, где нам нужно всегда проконсультироваться с кем-то о том, что они делают, что происходит, чтобы с уверенностью продолжать двигаться дальше. Причина, по которой он был так скрыт, этот храм, как говорил Кешвананда Прабу, были напуганы в свое время, что Радхараману может быть нанесено оскорбление и поэтому его прятали, умышленно прятали, умеренно прятали глубоко за закоулками. Позже, когда опасность ушла в сторону, они думали перемести его в более прекрасное место, которое построили для него, но он не захотел. Когда мы отправляемся туда, в этот храм, Радхарамана, он настолько особенный, и еще даже с объективной точки зрения, глядя на него, он как бы решил появиться в таком невысоком роста. Но когда все эти предрассудки мирские уходят на второй план, ты понимаешь, что ты смотришь на безграничную центральную концепцию абсолюта, безграничную абсолюта, и вы видите эту улыбку, эти глаза, которые так любит Бхакти Бхалабадут Махарадж, куда бы он ни отправлялся, он обязательно в кармане приобретает глаза, подобные глазам Радхарамана, он так ими очарован, всегда держит в кармане запасную пару, и экстатично преувеличен образ этого Божества широкими плечами, Шамалилу Абаламбам олицетворенные, воплощенные в этом Божестве. Именно там Гопалбата Госвами, помните, из всех Госвами, и это связано с культурой Санатан, Рупа, они Каясты, их Каста не является престижной и не трон, они являлись, можно так сказать, неприкасаемыми по происхождению Касты, но Махапрабху Сваем Бхагаван, как Чайтани Чаритам Ритам, как Чайтани Чаритам Ритам, где это описано, или есть какие брахманы говорят, или где это описано, вы не найдете более высочайшего квалифицированного брахмана, чем Копалбата Госвами, его дядя, Прабханан Сарасвати Такур. Брумахараш говорит, мы слышим эту Шатхасвами Аштакам, они извлекают саму суть из Писаний, но Копалбата Госвами обладал еще особенным исключительным способностью, как обезумевший без остановки, извлекал эти жемчужины, но он, его ссылки к тем или иным местам в Писании копились у него кипами, но они были не структурированы, у него, можно сказать, не было времени на это, и Санатан Гасвами Прабу и Джива Гасвами Прабу взяли и структурировали все его работы, все его ссылки и опубликовали Хари Бахти Виласу. И если какие-то браманы хотят узнать, насколько аутентичное движение Руба Гасвами, линии традиции Руба Гасвами, то всегда они могут получить ссылку на книгу Хари Бахти Виласа. Но будучи первоклассным браманом, у него было 12 шелограмм, которым он служил, они были в коробке, которых он одержал. И рассказывается, что приближался Нарасим Хачи Турдуши, и в этот день он думал, помните, преданные всегда почитают и с починем относятся к преданности других преданных, не считая себя преданных. И он думал, Гупал Батага с вами, насколько же велик преданный Прохлада Махарадж. Нарасим Хадев явился ему из камня, потому что настолько чистосердечен его преданный Прохлад Махарадж. «Но я, кто я? Человек с каменным сердцем, без преданности. Господь никогда не явит себя перед таким человеком, как я». Но Прохлад Махарадж, он так вели, и так он погрузился полностью в эти мысли, которых он прославлял Прохладу Махараджа так глубоко, что он заснул. И ему явился Господь. во сне и сказал «Гопа Албата, проснись и проверь свои шилы». И он проснулся и отправился к своему ящичку и начал пересчитывать. Их было одиннадцать, пересчитал их и снова одиннадцать. И двенадцатый это было божество Божество Радхарамана, явившийся перед ним. Господь отвечает на тот зов, на то, что содержится в сердце его преданного. И если вы смотрите на Радхарамана, вы думаете, что же из себя представляет сердце Бопа Албата Госвами, если Господь явился ему таким образом, чтобы ответить на его преданность. И кое-что еще я хотел бы сказать. Гуру Махарадж цитировал и любил очень две шлоки с Гупал Бата Госвами. И то, как Гуру Махарадж сказал это Шигуру его милости, ты хочешь прямой связи со мной? Нет, это не ко мне, ты не по адресу. Тебе нужно обратиться в департамент Шимати Радхарани. Я не способен тебе дать этого. Иногда я думаю, иногда, проводя такую параллель, самый высокопославленный человек, в мире президент или премьер-министр или король, вы не можете напрямую встретиться с ним. Нужно обязательно связаться с тем, с его правой рукой, с его секретарем личным. да, как Румахарадж говорит, ты можешь напрямую попробовать направиться к нему, но какова твоя способность извлечь самую глубинную суть? Тебе нужно найти ту личность, которая способна извлечь из Кришны по максимуму, и это Шимати Радхарани. Она подобна этой реке божественной милости, наполненной этим великодушным настроением раздачи. Ихупалббатага с вами в этой шлоке говорит, Говинда является Господом твоего сердца. Вот что я знаю. Говинда балаба. Но есть и кое-что другое, что мне ведомо. Ты полностью передан Говинде. Говинде. Но ты царица сердца Говинды. Вот что я знаю еще. И поэтому я обращаюсь к тебе, чтобы обрести эту связь. Что он нам демонстрирует таким образом? И снова красной тонкой линии. Рефреном повторяется одна и та же тема. Радха дасим это то устремление всех в линии гауди вайшнавизма. гамита киласампратам хи томчет крипам вайи видаса сринай вакинны пране брджейна чабарору вакарин апи рэй 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 Радха рэй рэй растхараса бихарь были нашим божествами и это было где-то в 2000 году и мы маленькие божества еще большие не прибыли рэй 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 Бихары, малые божества. И Гурдев, их поклоняли, службу проводили в гестхаусе. И Гурдев очень хотел, чтобы к ним обращались, как Радха Роман. Меня и Падма Нава, встретиться с Падма Навой Госвами, сын Гошмана Госвами, не сейчас, во главе. Радха Романа, храма. Он принял нас, и Гурдев попросил нас сфотографировать тот рисунок, который они использовали для одежды, для Радха Романа. И он хотел Радха Расабихари одеть таким же образом, как Радха Романа. И мы получили размеры. Я спросила тогда его Падма Наву Госвами о Радха Рань, и он сказал, они написали ее имя, выгравировали на мраморном камне, и они обернули этот камень в саре. И она представлена там в форме своего имени, подобно юбке. Они выгравировали ее имя на этом мраморном камне, одели одежду и поставили рядом с Радха Роман. Когда я и Нясь Махарадж отправились туда, Гасма Махарадж продолжает, нам говорили, что Джана Ватхеви есть божества Кришны. И Джана Витдави представляет Радха Рани в разных храмах. Она олицетворяет Радха Рани. Если Мадам Махан является себя... Кришна никогда не один. Он не бывает один. Нам нужна полная картина. Но Кришна на самом деле никогда не бывает один. Преданные... Просто дополнительную радость преданным доставляют видеть Кришну с Радха Рани и с Махапрабху, который, как мы знаем, Махапрабху является Кришной и Радха Рани в одном. Мадхасудан Махарадж. Ниньаси Махарадж. Добавьте что-нибудь. Ла Радж, вы достигаете beyond the ether и выходит за пределы эфира. Вы извлекаете эти невероятные вещи. Я просто ошеломлен. Что я могу добавить? Я не думаю, что у меня есть квалификация, как я могу что-то добавить. Это ваше смирение, говорит Кришна Махарадж. Мадхасудан Махарадж обращается. Мадхасудан Махарадж. Куда нам нужно двигаться дальше? Я бы хотел маленький комментарий добавить. В мирском смысле. Он просто исходит от меня. Эти божества очень небольшие. Если их измерить, будем измерять мирскими мерками, мы этого делать не будем. Но если мы в храме за критерой верандой, то, что мы видим, что аудитория, находящаяся на расстоянии божества, не могут разглядеть детали божества. Это один из тех храмов, где мы помним гуру Махараджа, который объяснял, как мы должны приставать перед божеством. Не мы разглядываем божество, а божество должно увидеть нас. И одна из фотографий, которые показали на экране инфинити-медиа, это одна из самых четких фотографий, которые мы видели из этого храма. Так близко мы его не в состоянии вживую разглядеть. Это мне напоминает Джуху Бич в Бомбее, Господь Махарадж продолжает. Когда мы строили архитектурный план, помните, что напомню вам, что с вами Махарадж никогда не смог так и присутствовать там живую, но он видел планы. И когда ему презентовали этот архитектурный план, ему объясняли, что мы его спроектировали храм так, чтобы в какой бы части храма не находился бы преданный или гость, он мог бы видеть божество с любого угла. И мы это подавали как некую особенную изюминку у этого храма. Но мы были удивлены, когда услышали ответ с вами Махараджи. Но он, как пример, использовал Натадвар, не храм Радха Романа. Он говорит, нет, когда вы отправляетесь на Даршин, на храм Натадвара, и до сегодня, шнева дня, и Пармананда знает, он был совсем недавно там, когда там проходит Арати, и Прабхупада говорил о городах, где божество, где жизнь всего города сосредоточена вокруг божества и служения ему. Когда Арати, приходит время Арати, все магазины закрываются, и все обезумевшие стремятся в храм и толчатся там, чтобы получить Даршин. Женаджи. И мы были там во времена, когда нас обогнали сотни замечательных женщин. свидетелями, как несколько человек, но один в частности. Все стучали в двери, чтобы открыли для Даршина. И я сказал Пуджаре, это паломники, которые только прибыли и всю жизнь хотели получить Даршин на Тадваре получить Даршин божества. Нет, это дядя, мой дядя, я его знаю, он каждый день приходит сюда. Я был удивлен этому. И Прабхупата сказал, Гасма Махраш продолжает, мне нравится именно такой замысел, такой подход, когда от паломников или преданных требуется, которые приходят на Даршин, им нужно протолчить, протиснуться максимально близко и встать в поле зрения божества, чтобы предложить себя в настроение самоотдачи, получить этот Даршин. И Радхараман, его алтарь спланировал практически таким образом. Сколько бы вы линз мощных телескопических не поставили на вашу камеру, в первую очередь мы должны помнить, что мы представим перед божеством. Махараш, хотел добавить это единственная особенность этого только храма, что они могут вам выдать бинокль, если вы хотите разглядеть Радхарамана поближе. «Госвей Махараш, вы хотите, чтобы мы отправились завернуть за угол или в храм Гопинадха или в храм Габиндаджи? Какой храм? Гавиндаджи или Габинадху? Да, да, говорит Госвей Махараш. Какой же? Да. Хорошо, мы отправимся в храм Гавиндаджи. И с нами Девашиш, прабу, секретарь лондонского отделения Шичайтани Сарасвадман Пусть вам подготовится сказать несколько слов в связи с этим. Он готов. Сколько Махамандров повторить? Две будет достаточно, это очень близко. Храм неподалеку. Сарасвадан Сарасвадан Храм Махамандра Мы поднялись на вершину холма, там, где расположен храм Гавиндаджи, очень знаменитый, известный храм. во Фриндаване. Вчера мы были в храме Мадана Мухана. И мы видим Шипаддава Шишправу, который надевает очки и готов сказать несколько слов. Ассан Махраш приветствует его. Очень тяжело говорить что-то после вашей речи Мадхусин Махраш. Мне напомнилось, что вы могли попросить меня. Я, к сожалению, не знаю много о Вриндаване, но после встречи в 82-м году с Гурудевом Гуру Махараджем. Я отправлялся на Водбит регулярно до дня его ухода. И я видел, как мои духовные братья отправлялись в Вриндаван. И я думал, зачем мне Вриндаван, если у меня я нахожусь в улоте сникстоп Гуру Махараджи. И я думал, это была глупостью отправиться. И во времена Гуру Махараджи никогда не было там. И когда я впервые отправился во Вриндаван, это было с Шил Говинде, Девгасой Махараджем, когда он возобновил Парикрамы, возглавил ее. Это был 91-й год. 30 лет назад. Я только утром посчитал, сколько лет же прошло с тех пор. Это просто невероятно. 30 лет назад. И это первый Парикраме, в особенности для меня, это был первый раз. Мы отправились из Навадвипа. Это было рано утром. Первым поездом мы прибыли на железнодорожную станцию с Гурудебом где-то 4 утра. Мы все уселись на этих бетонных сиденьях, стульях вокруг дерева. И кто-то из нас сидел на земле и говорил, я до сих пор... Вриндав говорил, до сих пор я не знал, что удастся ли мне с вами отправиться в эту Парикраму. Мы все были удивлены услышать, то, что он говорит дальше. Он говорил, все... Весь вечер я просил Шимати Радхараншаму не дала мне благословение и разрешение идти. И даже до утра она не давала мне разрешение, но этим утром мне Лолита Деви дала разрешение отправиться на Парикраму во Вриндаван. И мы все подумали, с кем мы сидим? Кто перед нами? И так открыто и так серьезно и откровенно он поделился с нами об этом. И с Харой мы отправились до Матхура перекрестка. и мы пересели на самый медленный поезд в мире. и занял почти два дня добраться. Но самое прекрасное в этом всем путешествии было, что все эти дни с нами были в Гру Деве, и это самовозможность быть с ним в его... иметь его общение. позже, потому что мы уже летали, и ему часто давали бесплатное место на самолете. И у нас тогда еще не было нашего храма на Гавардхане. Мы останавливались в Тулси Дамшале, и когда мы перебрались во Вриндаван, добирались забрались в Мобе в Баване, тогда еще не было земли в Гавардхане, была земля в Гавардхане, но еще не было ничего построено, только строительная площадка, стены, и обсуждали тогда, где будет Анугирирадж установлен. И это было прекрасное время, особенно для меня, потому что однажды утром Гру Дев забрал меня с Тулси Дамшала в храм Харидева, который был неподалеку, и мы были там только вдвоем, и Ранаджит, кроме нас, никто не был с ним, и он спросил, кто-нибудь хочет с нами пойти, и я был с ними, и мальчишка проводил пуджу, и тогда, я думал, что в будущем, если у меня будет сын, я назову его Хариде, в память об этом случае, но у обе моих ребенка дочери этого никогда не случилось, это было прекрасное время, прекрасное событие, и мы тогда отправились в храм Говиндаджи, одному из главных божеств, если вы хотите, я знаю, что это не изначальный оригинальный Говиндаджи, если можно так сказать, вообще, посмелюсь я сказать, но из-за того, что Морангзеб, который находился в Дели, он разбирал любопытство, что же это свет на расстоянии там вдалеке он видел, и он спросил одного из своих последователей, что это за свет, исходящий там вдали, и мы выясним, сказали им его слуги, и они вернулись через несколько дней, они сказали, доложили ему, они предлагают Лампаду этому большинству Ги, так много этого Ги, они предлагают ему Лампаду, Божество Говиндаджи, что его видно тут в Дели, и он настолько разгневался и решил отправиться во Вриндаван и разрушить этот храм, и он это сделал, потому что много было атак на этот храм, и можно видеть до сих пор трещин и много повреждений на этом храме, Иванскусу Махараш меня может поправить, если я какую-то неточность допускаю, но до того, как прибыл Рэнзеп, Говиндаджи это божество Рупа Гасвами, личное божество Рупа Гасвами, и в страхе, что Рэнзеп придет, Говиндаджи сказал священникам, «Вы можете забрать меня в Джайпур, Джайсингх, он был императором под защиту Джайсингха, чтобы я находился, и Джайсингх был королем Джайпура, и в его сне он видел дворец, построенный по принципам ведическим принципам архитектуры, и он построил дворец в центре города, и божество Говиндаджи явился ему во сне он сказал, «Ты построил прекрасный дворец в центре и храм, но в центре должен быть не ты, а я». «Пожалуйста, устрой мне место, куда бы я мог прибыть». И Джайсингх в чертогах этого дворца установил алтарь, и Говиндаджи до сегодняшнего дня находится там, и ему поклоняются все Гауди-Вайшамы, и не только Гауди-Вайшамы, все, все в Джайпуровце поклоняются, куда бы ты ни отправился в Джайпуре, везде, все знают Говиндаджи, везде на стенах можно увидеть изображение в каждом доме образ Говиндаджи. И во Фриндаване мы отправились туда с Пармананды Прабул. Тысячи людей утром прибывают туда, в этот храм, чтобы прославить Господа и поклониться Ему. И там ты понимаешь, что это не религия меньшинства. когда ты видишь, что большая часть города живет этим поклонением. Как бы то ни было, я бы не хотел занимать время Багаса Махараджи. Радха Говинда Ки Джай, Шри Ла Рупа Гошнами Ки Джай. Сколько уровней было у изначального храма? Семь, говорит Багаса Махараджи. И он разрушил сколько? Четыре. И вы можете представить, насколько он высокий был. Как много ги, тысячи килограмм. Самая огромная в мире, самая большая в мире лампа ги была именно в этом храме. Как звучало Ташлока Рупа Госвами Госвами. Хорошо просит Параманаду Прабху процитировать. Продолжать Параманаду Продолжать прибег к обратному методу описания. Кто-то прекрасно пришел увидеть меня. Параманаду Рупа Госвами говорит, если ты хочешь оставить, сохранить привязанность к своей семье, к всему тем, что ты обладаешь, не отправляйся увидеть Говинду, который на Кеши-Гатте, на берегу Емуны, с луной сияющей, мерцающей на поверхности луны. Он со своей флейтой, изогнутой в трех местах, чаровательной улыбкой. Не отправляйся увидеть Говинда Джи, потому что ты не сможешь больше сохранить эту привязанность к семье и ко всему тому, чем ты обладаешь. Он использовал обратную тактику для того, чтобы пробудить любопытство в нас. Насколько же прекрасным он должен быть, Говинда Джи, как мы находим Браун Брахма Самхите. Если 10 миллионов купидонов объединенных в одном, могли бы объединиться в одном, воплотиться в одном образе, настолько прекрасен. Шьяма Шьямананда Кришна. И я подумал, он научит Санскрит. «Го» означает «Индрия». Как-то давал своему Махараджу объяснение. «Го» также переводил санскрит на санскрит. «Го» означает также «Коровы». А также это может означать тот, кто дает наслаждение, удовольствие приносит «Кому?» «Го» также означает чувство. Мы иногда слышим прекрасный британский английский, объясняющий этот Кришна-концепции. «Индрия» совершенным образом, я процитирую Уильяма Блейка, он подобрал «Совершенное предельно». «Если двери вашего восприятия очищены, то вы воспримете этот мир в его первозданном виде, безграничном его первозданном виде». «И я воспринимаю это как приглашение. Эти чувства, Индрия, если они, эти двери восприятия очищены, глаза, уши, нос и так далее, если они очищены, от чего? Гуру Махраш отвечает на этот вопрос от приобретенных тенденций и предрассудков. Когда они очищены полностью, вы увидите все таким, какое оно есть. Каким? Безграничным. Безграничное очарование. Безграничная сладость. Прекрасную реальность. Безграничную красоту. Безграничную сладость. Тот, кто имеет непостижимую форму, изогнутую в трех местах. Одно из центральных черт Кришны. Это форма, его изогнутая в трех местах. голос Кришны, звук его флейты, звук его имени, его мягкость, способна безгранично удовлетворить все наши чувства. Поэтому Хришикеш, Говинда, и это нам дает понять, зачем нам нужны чувства. Царевна Рукмини говорит, слыша о тебе, слыша слова прославления тебя, через звук приходит мне, является мне форма, твоя форма. И теперь, когда я вижу твою непостижимо прекрасную форму, я понимаю, что я обрела все, и она еще дальше развивается умысля, говорит, и теперь я бесстыдно обращаюсь к тебе, похить меня. И это будет моей благой удачей. слышать о тебе, видеть тебя. Я понимаю, зачем мне даны, дан слух, чтобы слышать твое святое имя, слышать повествование о тебе, слышать звук твоей флейты. Рупам, божественная форма, шяма эва парам варупам, как говорил Рагупати упадяя. Когда я вижу твою форму, шяма сундра чиндегуна сваруп, шяма сундра, я понимаю, зачем нам даны глаза каждый из наших органов восприятия. Кто он? Говинда. он олицетворение устремлений всех этих чувств. Что Рупагасвами говорит в связи с Панчаратой? Он Хришикеш. Ты можешь использовать свои чувства, чтобы служить ему. Тебе не нужно избавляться от них или подавлять их или пренебрегать ими. И это прекрасная новость для всех преданных и практикующих. Сабай мана Кришна Падара Винда Амбариш Махараш. Чем он занят? Как нам рассказывают. Он думает. Его мысли уносят его. И каждое чувство его вовлечены в служение, божественное служение. Обычно многие цари ведически описанные в ведах, у них есть пуджари, которые совершают все эти ритуалы пуджу. И это прекрасно. И они этим и заняты. Они могут это организовывать в пуджаре, квалифицированном пуджаре, но не Амбаридж Махарадж. Он оставил управление своим царством на плечах других, но всем духовным заботам он взял на себя, чтобы совершать пуджу, поклонение. И часть этой парикрамы это цель этой парикрамы это прославлять Госвами Вриндавана. И мы слышали Руп, Санатан, как они ночевали под разными деревьями, через день Кадам Канди, где Гурмахарадж говорил Прабодананда Сарасвати, иногда питал в каком-то из лесов. Как бы то ни было, они в разных местах. И Говиндаджи, который закончил Джайпуре, оказался в Джайпуре, не всегда было, он не всегда был там. Раганат Батага Свами, у него был ученик, который обладал большими средствами и возможностями. Махарадж Мангсинг, Махарадж Мангсинг, он выразил желание совершить какое-то служение. Говиндаджи, Говиндаджи, он сказал, мой Рупа Госвами, у него есть божество, Говиндаджи, построим у храм. И мы видим, насколько величав этот храм от земли до потолка, от пола до потолка. Больше двадцати, наверное. Я был там, и я никогда не видел комнату Рупа Госвами. Может быть, кто-то видел, но это храм Говиндаджи и Рупа Санатана из Дживы Госвами жили в храме Рады Дамадара. Это не то, чтобы храм построили для Говиндаджи, и Рупа Госвами переехал туда. Нет, только для Говиндаджи, только для его божества. Да, Матхусудан Морадж. Да, Матхусудан Махараш. Да, Махараш, мой Данда Баш. Где вы хотели отправиться? Мы так близко к Говиндаджи. Мы рядом к храму Говиндаджи. Давайте тогда Гопинаджи закончить Радхараманом. Мы побывали в храме Радхарамана Говиндаджи. И Гопинаджи был бы премиум посетить сегодня. Я думаю, две Махармандры нам хватит, чтобы спуститься со холма Храма Говиндаджи и повернуть налево и вдоль Гопинад-базара отправиться к храму Гопинадха. Да, да, Гопинад-базар. Гопинадхи Радхармандр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Махрадж. Мы в храме Радха Гопинатха, и когда мы входим в храм, мы видим строение, большие ворота. Мы попадаем на маленькую площадку, и мы попадаем в здание изначально храм Радха Гопинатха, построенного из песчаника с пермидальными макушками. И здесь также неоригинальные божества Радха Гопинатха, потому что родные германальные нашли прибежище в Джайапуре. Мы также видим божества Нитая и Горанга, там, которым тоже предлагаем поклон. И если пройдем дальше, то мы попадем на мраморный двор. И мы поднимаемся по длинным ступенькам, и перестаем перед Пратибу Мурти в новом храме Радха Гопинатха. У нас есть чаши на Виле Говинде здесь, в Италии. Если случайно по ним ударить ложкой, они звучат идентично гонгам этого храма. Один выше звучит, другой ниже звучит, и это классический звук, отличительная черта этого храма Радха Гопинатха, который способен нас трансформировать. Маду Пандит недавно, еще до недавнего времени, совершал служение этим храмам. И это третий из трех основных божеств Вриндавана, Мадана Мухан, Говиндаджи и Италии. И это Божество Радха Гопинатха. Божество Радха Гопинатха предлагает, чтобы Кешвананда Прабула сказал несколько слов. Он один из тех Вайшнава, которые не любят, чтобы его имя упоминали повсюду и все. Но, пожалуйста, мы хотели бы услышать несколько слов от вас. Я попытаюсь, говорит Кешвананда Прабула, каждый раз, когда я вспоминаю о храме Радха Гопинатха, я помню большой двор черно-белых мраморных плит. Один из дней Парикрама, я помню, как луна сияла над нами и отражалась на этом мраморном полу. И мы, помню, как мы пели три песни, посвященную Гопинатску Бхакти-Виноду Такура, где он выражал Бхакти-Виноду Такуру это увлечение и привязанность Божества Гопинатска. И, находясь там, перед этими божествами, с древних времен, которые находятся там, Мадху Пандита установил их там, и найдены эти Божества были сыном Кришны. «Все является твоей Майой», так пелось в этой песне. «Ты, Ришикеш, ты, Господь, чувств, помоги мне, Огопинат, Огопинат». Да, вот здесь мы сидели, в этом дворе. Много людей приходят, но если где-то позади сесть, то можно петь песни, и никто не будет докучать, и причин беспокойств, и шума не слышно. Это изумительный храм. Это стиль Югала Кишура Мадан Мохан, который... Этот храм, это часть сооружения, давно оставленная, без присмотра, но он настолько изумительный. Я не знаю всю историю Божеств, только то, что рассказал Маду Пандит. «Петь эти песни, мы ощущаем такую благодать, думаем, как такое возможно, что мы здесь преклоняем свою голову в его прекрасном храме перед ним». И на этой ноте, да, я хотел бы сказать, Мурмахараш говорил, «Гопал Бату Госвами, когда он обращался в этой своей молитве, ты царевна Говинды, кто рядом с Кришной? Радхарани, кто рядом с ней? Лалита Вишака, Рупа Рати и наша Гуру Варга. Что для нас реалистично? Кто самый ближайший? Агент, посредник, мой Гуру Дев. Он является связующим звеном, который помогает мне прести, поможет мне обрести связь с этой иерархией. Все эти преданные, они непостижима, их любовь и нежность, и преданность, которая живет в их сердцах. Но Гуру Махараш говорит, «Наш ближайший посредник, который может нас связать с ними, это наш Гуру Дев». И на этой ноте я. «Наш ближайший посредник, это наш Гуру Дев. Стриман Расарасарасарамбе бамши баттата-тастита Харсан-вену-сванай-гопи Гопината-шри-е-сту-наха». Харикришна. Абибраам saying, «Хари-харай». Абибраам. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Пандита Дири Дандават DimaTorzok 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 And DimaTorzok 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 Продолжение следует...